В этом году Абхазия отмечает столетие со дня рождения известного абхазского поэта Кершала Чачхали. Вопрос об установке мемориальной доски в доме номер 3 по улице Иналыпо, где жил поэт, стал первым в повестке дня заседания Сухумского городского собрания. Данную инициативу депутаты поддержали единогласно. Обсуждение второго вопроса, повышение тарифов на проезд в микроавтобусах или, проще говоря, маршрутках, по городским направлениям стало довольно эмоциональным. Перед депутатами выступил директор Сухумского АТП Леонид Шулумба. По его словам, водители маршруток уже третий год требуют поднятия цен на проезд с 15 рублей до 20. Можно понять водителей. Конечно, социальное положение населения не столь в таком состоянии, чтобы поднимать. Но, как вы понимаете, речь идет о подъеме на проезд в микроавтобусах. Это частный транспорт. Как бы он ни был привязан к государственным предприятию, к автобусному парку, но это все равно частный транспорт. И, я думаю, увеличение платы за проезд до 5 рублей, это не составит большой такой серьезной проблемы, учитывая, что сегодня проезд стоит 15 рублей. Для социально незащищенных слоев населения изменений не будет в автобусах и троллейбах, то есть по проезду. Это остается без изменений, ввиду того, что они дотационные виды транспорта. В принципе, из-за увеличения цены на топливо и удорожания запасных частей горюче-смазочных материалов при прохождении границы, все эта ситуация изучена, будет в развернутом виде предоставлена информация на обоснование всего этого. И хотелось бы удовлетворить эту просьбу и водителей, и потребность в этом есть. Депутаты горсобрания поинтересовались, какой месячный доход водителя городских маршруток. По словам Леонида Шулумба, по путевому листу он составляет около 10 тысяч рублей. Большая часть дохода, это порядка 6 тысяч, уходит на обслуживание транспорта, отметил начальник АТП. Количество маршруток по различным городским маршрутам – 200 машин, при том, что несколько лет назад их было более 400, отметил Шулумба. Таким образом, рейсов у водителей маршрутного такси в день около трех, чего недостаточно, чтобы месячная сумма дохода превысила 10 тысяч рублей. Каждая машина ждет своего рейса в порядке очереди и не уезжает, пока полностью не будет заполнено. При этом депутаты заметили, что по ряду маршрутов, например, в районе старого поселка, после четырех часов дня нет ни одной маршрутки для выезда в город. В итоге народные избранники предложили скорректировать режим работы маршрутного такси в ряде городских районов. Давайте режим работы обозначим, я поддержу эту инициативу, и мы будем требовать с них до определенного времени. И они должны прийти на уменьшение, мы как-то потом поймем, я не знаю, сейчас взять и проголосовать, а завтра нам общаться с нашими избирателями. Я не буду никаких аргументов за. После долгого обсуждения депутатами было принято решение отложить данный вопрос и определить комиссию из числа народных избранников для детального изучения сложившейся ситуации. Следующий вопрос повестки дня уже не раз был отложен на заседаниях горсобрания. Дачу согласия на перевод земли общего пользования под землю для постройки храма-часовни на территории нового района депутаты переносили из-за отсутствия плана постройки. Представитель Абхазской православной церкви Инверчо Магу отметил, что он находится в разработке. Из благословения Ирея Виссариона и духовенства Абхазии и самих граждан, участия их, пришел такой проект в администрацию города. Есть земля, которую администрация города выделила под это, но опять же направила в местное самоуправление для того, чтобы получить одобрение от вас. По просме также самих граждан, я в принципе пришел сюда не от своей инициативы, не только от духовенства, а пришел представлять всех тех граждан в общество, которое непосредственно желало и написало и подписалось под данным проектом. В итоге большинство депутатов дало согласие на перевод земли общего пользования под землю для строительства храма-часовни на территории нового района. Анастасия Никонова, Эдуард Ракелян, Абазатова.